Так, строим кирпич. Для этого выбираем инструмент прямоугольник, выбираем где мы будем его строить и задаем первые две стороны. Вот в это поле внизу выбиваем складатуру, никуда не кликая, 250, точка запятая, 120. Обязательно нажимаем Enter. Габарит поменялся. Инструментом выдавить вытавливаем на 65 мм. Enter. После этого выбираем его и можем покрасить. Инструмент заливка. В выпадающем списке находим таблицу цвета и красим любым цветом. На данный момент создание кирпича не закончено. Мы должны обязательно создать компонент. Правой кнопкой создать компонент. Кирпич. Создать. Скопирую в сторону. Если нам понадобится сделать другой кирпич, не такой как этот, его модификацию, мы должны обязательно сделать его уникальным. Иначе все они будут правиться одновременно. Сделать уникальным в меню правой кнопки. Сделаю половинку кирпича. Просто захожу внутрь двойным кликом. Выбираю карандаш. Выбираю серединку. Точка середины. Вторая середина. Инструментом Push-Pull срезаю до противоположной стороны. Указываю соседнюю грань. Проверяю. Могу переименовать этот кирпич более правильно. Правой кнопкой данные объекта. И здесь находим свиток данные объекта. Кирпич переименовали. Если надо, создаем четвертинку. Сделать уникальным. По той же схеме. Названия не могут быть одинаковыми. Каждый кирпич должен иметь свое уникальное имя. Далее. Мы можем сделать набор кирпичей для шамота. Скопирую. Инструмент Move. Зажав Ctrl. После этого выбираю новый материал. Заливка. Такой вот цвет у меня будет шамот. И если я покрашу их сейчас. Испортятся эти. Не забываем делать уникальными. Правой кнопкой. Сделать уникальным. Захожу внутрь. Тройной клик. Заливка. Включил. Покрасил. Заливка. Покрасил. Покрасил. Вот у меня набор кирпичей заготовок. Успехов.